Когда меня спрашивают, с чего всё началось, я говорю им, всё началось в тот день, когда мы отправились к ботаническому саду. Мы — это я и двое моих друзей. Кто придумал отправиться на мёртвую станцию? Кто подначивал остальных? Не помню, — отвечаю я. Я вру. Вру легко, потому что слов моих не проверить. Не Виталика больше нет. Не Женьки. Многотонная громада ворот вздрогнула и поползла вверх со скрежетом, открывая нам дорогу в ад, а демонам — путь в метро. На самом деле, всё началось в другой день. В день, когда мама предложила поехать в ботанический сад. На метро. Помню, как поднимались на эскалаторе, как вышли из просторного павильона на утопающую в зеленую улицу. Как летели по бесконечному небу легкие облака, и как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. Мама купила мне мороженое. Это был последний раз, когда я его ел. В тот день человечество казнили. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их. А мы, мы спрятались от Бога в метро, убереглись от его гневных очей, и ему стало лень выковыривать нас из нор. Потом он занялся другими делами, или умер, а мы остались на использованной выброшенной земле и полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей, и не могу вспомнить главу, маминого лица. Она умерла почти сразу после войны, и все, что у меня от нее осталось, тот день в ботаническом саду. Как я мечтал вспомнить ее лицо, ее взгляд. Вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу готов был за это отдать. Я ей отдал. Здарова всем, с вами уже не в первый раз HTN, и сегодня я должен был выйти обзор на Hitman Absolution. Но я решил посвятить этот обзор немного другой игре, которую я ждал. По-настоящему ждал, потому что такие игры, как GTA V и так далее, я никогда не ждал и ждать не собираюсь. Так вот, встречайте обзор на игру, которая официально в продажу выходит уже сегодня. Metro Last Light. Ну или Metro Луч надежды. Ну или еще ее можно назвать старым названием, то есть Metro 2034. Продолжение культовой игры Metro 2033, которая в свою очередь была, может быть, и не шедевром, но уж точно отличным произведением с крутой историей. Созданной по знаменитой книге Дмитрия Глуховского, Metro 2033. Действие которой происходит в постапоклинической Москве. Именно за то, что сюжет этой игры в таком жанре происходит не где-нибудь, а в России, она и полюбилась многим простым игрокам, хардкорным геймерам, крупным изданием и так далее. Потому что где вам еще дадут побегать в постапоклинической Москве, а? Вот именно, нигде. Поэтому если вы еще не играли в Metro 2033, то вам обязательно нужно в нее сыграть. Но я перехожу к обзору на Metro Луч надежды. Итак, приступим. Главным героем новой игры стал все тот же парень, который умеет чувствовать черных, умеет противостоять им. И все тот же парень, который уничтожил этих самых черных путем залпа нескольких ядерных ракет. Ни для кого уже не секрет, но у Metro 2033 было две концовки. Одна хорошая, в которой мы сталкивали целеуказатели, тем самым спасали черных. И плохая, где мы спокойно смотрели, как взрыв уничтожает логово черных в ботаническом саду. Я не знаю, почему разработчики так сделали, но они почему-то выбрали продолжение истории Metro 2033 с плохой концовкой. Хотя я догадываюсь почему, и я думаю, любой нормальный человек догадается. Ну а если вы все-таки не догадались, то могу дать только один совет. Развивайте мыслительную часть мозга. Так вот, действие Metro Луч надежды происходит, может, спустя несколько дней, а может быть и спустя месяц. Но мы уже стали благородными сталкерами станции Полис и подчиняемся старому нашему знакомому под названием, а может под позывным, а может и под кличкой Мельник. Также, в самом начале игры нам показывают практически всех наших старых знакомых, которые нам помогали в первой части. Это и Хан, и Юморист Ульман, и Мельник, и еще пару человек. Так вот, когда к нам приходит Хан и заявляет нам с Мельником, что один черный выжил, и что мы должны попытаться найти с ним контакт, нас сразу же отправляют найти и убить этого самого черного, а не устанавливать с ним контакт. Но честно скажу, как человек, читавшего книгу Metro 1033 и знающего хорошую концовку игры Metro 1033, это не понравилось. Но делать-то нечего, потому что это такая задача на миссии, и где-то процентов 70 игры вы гоняете за этим самым черным и пытаетесь найти его. И за время этого вашего поиска вы что только и не испытаете. И предательство, и любовь, причем довольно страстная любовь, и одиночество, и даже довольно большой страх того, что ты один на один с опасностью и многое другое. Случилось! Говорят, Лесницкий что-то во дворец! А черт его знали, Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась, дверь вскрыта, все разворочено, а Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? На данной исчезначке, на данной исчезначке, на данной исчезначке оружие. Хотя, черт его знали! Сейчас мне полковник Залесницкого в скаленную арматуре, но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Чем так же многим игрокам нравилось Метро Т-343? Ну, кроме того, что действие игры происходит в постанклиническом Москве. Правильно, микросцены на мирных и вражеских станциях метро. То есть в Метро Т-33 часто можно было встретить двух человек и подслушать их разговор. А потом было много просто сцен из жизни станции. Ну, при этом человек чинит электрогенератор, как кто-то, что не продает и так далее. И таких микросценок в Метро Т-33 было просто уйма. А в Метро Лучной Одежды число таких сценок увеличилось в несколько раз. И лично для меня, не знаю как для вас, это огромнейший плюс в копилку игры. Потому что в Метро Т-33 я любил подолгу изучать станции метро и их жизнь. И знаете, это занимало достаточно много времени. Даже несмотря на то, что станции в Метро Т-33 были весьма небольшими. Также разработчики сделали в Метро Лучной Одежды то, чем также славилось в Метро Т-33. То есть разнообразием и детализацией уровней. В Метро Т-33 ну просто нет и не было одинаковых уровней идеи. И те не мучил эффект дежавю, как при игре, ну при первой порт-тайп. Да, можно выразить про то, что Метро Т-33 достаточно короткая игра и так далее. Но как вы объясните такой же эффект детализации и разнообразия уровней в Метро Лучной Одежды? А? Ну, никак не объясните. И всё потому, что разработчики Метро Т-33 и Метро Лучной Одежды большие спецы в своём деле. И воображение у них работает намного лучше, чем даже у разработчиков Crysis, Call of Duty и многих других. Скорее всего, многие из вас играли и даже прошли BioShock and Fight. Помните, там была девушка, которая нам постоянно помогала с аптечками, боеприпасами, деньгами и так далее. Её звали Элизабет. Так вот, я не хочу спойлерить, поэтому просто скажу, что в определённый момент игры у нас в напарниках появляется существо, которое довольно сильно помогает нам в сражениях. Ну, например, делает замедление времени, ну или даёт нам на некоторое время способность тепловизор и так далее. Также он часто преподносит нам аптечки, фильтры для противогаза и так далее. И этим самым он и похож на Элизабет. В Метро Т-33 есть возможность пройти некоторые миссии стелс-режим, но он настолько криво сделан, что легче всего пройти миссию на пролом. Так вот, что меня приятно порадовало, так это то, что в Метро Лучной Одежды сделали адекватный стелсник. То есть мы можем выкручивать лампочки, ну или разбивать их, а не только разбивать их, как в Метро Т-43. Также есть возможность убивать противника тихо, просто дав ему в дыню, либо сделав ему второй рот на горле, ну или сделав ему дырку в сердце ножом и так далее. То есть добавили возможность убивать тихо противника в ближнем бою. И многие другие вещи, связанные со стелсом режима. Еще меня порадовало то, что сделали больше визуализации действий. Ну например, когда мы выкручиваем лампочку, она не выкручивается сама по себе, как это наверняка сделали бы во многих других играх. А наш персонаж берет и голыми руками выкручивает на наших глазах эту самую лампочку. Хотя у меня сразу возникает другой вопрос. Как главный герой не обжигается при выкручивании голыми руками лампы накаливания? Ну ладно, это уже отдельная тема. Потом, когда у нас заканчивается фильтр, мы нажимаем кнопку поменять его, то наш герой берет новый фильтр и натужно со скрипом вкручивает свой противогаз, а не как в метро 2033. Также я заметил одну вещь. Кажется, в метро луч надежды есть тоже две концовки, потому что мы опять можем давать нищим деньги, когда это они попросят. Можем спасать или же не спасать это по выбору людей на разных станциях от врага и так далее. Причем я думаю, что все реально зависит от ваших действий. И лично у меня была, кажется, плохая концовка. Ну да ладно, еще раз потом пройду метро луч надежды и попробую уже все сделать так, как нужно для того, чтобы случилась хорошая концовка. Ну что ж, началось. Наступают с трех направлений. Бойцы! Ребята! Буду долго говорить. Все вы профессионалы и каждый из вас стоит пятерых красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! И самое-самое лучшее, что перенесли из метро Д-43, это то, что... Так же, как и в метро Д-43, тут отчетливо выражено то, что ты не супермен. Не супер бронированный человек, а вешеный с ног до головы оружием. А простой человек, пытающийся выжить в очень опасных местах метро. Что в большинстве стычек с монстрами нужно не сражаться с ними, как это делалось в метро Д-43. А бежать, причем не просто бежать, а сверкать пятками как можно дальше и дольше. У меня к вам такой вопрос. А вы когда-нибудь хотели сами поуправлять моторизованной дрезиной? Причем не просто дрезиной, а бронированной дрезиной с довольно мощным двигателем, увешанной все лампочками и так далее. Я думаю, что да. Ну, по крайней мере, некоторые из вас. Так вот, теперь у вас есть такая возможность. Об управлении такой дрезиной сказать нечего. Просто потому, что дрезина едет строго по рельсам, а действия с ней можно совершать самые минимальные. Включать двигатель, выключать или включать фары, или свет вокруг дрезины. Ну и движение взад-вперед, конечно же. Вот и все. Хочу сразу сказать, что если вы смотрели геймплейные ролики этой игры, и в одном из роликов видели, как мы на бандитской станции берем миниган и валим всех оставшихся противников с него, то спешу вас огорчить. В финальной версии он встречается только в конце игры. И вообще, многое из игры в финальной версии было вырезано. Вот, в общем, и все. Я бы мог ко многому придраться в этой игре, но я не буду этого делать, потому что я прошел самую ожидаемую игру этого года. И я получил большое количество удовольствия и кайфа от прохождения игры Метро Луч Надежды. И самое классное это то, что в отличие от какого-нибудь Call of Duty или Battlefield, тут сюжет настолько хорошо поднят, что в самом конце игры, когда подводишь какие-то для тебя итоги, говоришь сюжету верю. Вот просто верю. Потому что так качественного подданного сюжета я, пожалуй, не встречал ни в одной игре. Так что моя оценка этой игре это 9,0 баллов. С вами был Истин, который выразил свое мнение насчет Метро Ласт Найт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи и пока. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм, отлично. Как вы верно отмечали, Лене давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались надставить. Ида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор... Стоять! Стоять, я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция и вы все расскажете.